Одно дело, когда ненавидят, да уметь сдачи дать. Мне священник ходил у восточных единоборств, чтобы сдачи умел давать, чтобы моего сына никто не обидел. Я говорю, а если двое, трое, тогда ничего не сделаешь. Так ты сразу себя пора, ты на Бога, понадейся. Я тоже ходил, Бог, занимался стрельбой, для чего-то готовился. Как только Евангелие в руку взял, я понял, что это ничего не поможет. Совершенно. Когда Кеннеди в Далласе проезжал, полторы тысячи охранников охраняли его. Полторы тысячи. Одного, так называется, у тела были спасения его. Нет. А ты пройдешь по кромке бездны, с именем Господнем, если болеться будешь, и никто и не заметит. Слепой пройдет и не споткнется. Будете ненавидимы всеми. Но претерпеть надо, терпеть. А у кого не хватает терпения, есть такая поговорка, переходи на долготерпение, переключайся. Горе потерявшим терпение. Просите у Бога терпение. Ну, конечно, за имя Господне, а не за то, что я верующий, какую-то льготу себе на злые дела. Вот слово ненавидеть. Кажется, простое слово, значит, обозлился, я тебя уже ненавижу. А чтобы правильно его понимать, это слово, когда надо ненавидеть? Ненависть тоже дается иногда от Бога. Ненависть. Надо уметь ненавидеть. Встречается в Библии 222 раза. Вот все 222 места прочитаешь, и ты поймешь, что ненависть это богатство, огромное богатство. Но как им правильно пользоваться? Первая книга Маковейская, 7.26. Тогда царь послал Никанора, ненавистника и враждебного Израилю, и приказал ему истребить этот народ. Это до Христа было. А сколько после Христа было людей, ненавистников народа Божия Израиля, которые прямо поставили окончательное решение вопроса, как Гитлер. Уничтожили. Их никого нет. А этот народ живет и живет. Я спросил, сколько стоит килограмм золота? Говорят, сегодня он стоит 500 тысяч рублей. Нынче у одного миллиардера он заработал за год прибыль, он за прошлый год, 70 тонн золота. Больше, чем пульман один. Ну и что? У меня крестик алюминиевый, он дороже этого вагона золото. Потому что здесь Христос. А там обида. Обида. Зависть. Все побережье можете скупить. И ненависть уже не за имя Христова. А если ради Христа согласился, понес, претерпел, этот народ устоит. Сирак 26.16. Всякое нападение претерпеть можно, только не нападение от ненавидящего врага. Вот когда человек ненавидит, это самое опасное. Просто когда борется. Но когда ненависть, две идеологии. Так ругательно у нас звучало. Не только фашизм, а немец. Как презрительно, в самой даже кличке, в самом названии нас, ты что, еврей. А представь, что мы где-то на стороне, и нас надо этот русский. Что, от них везде беда только одна. Как, говорит, зараза, где попадают русские, все разлагается. Одна пьянь, табакокурение, разврат, все это. Тебе приятно будет? А ты скажи, кто знает Христа? Во Христе нет ни иуде, ни русского, ни елена. И ты покажи. Лицо христианина. Самое лучшее доказательство это жизнь в Духе Святом. Вот сегодня канон Пятидесятницы, так называемого Дня Троицы. Особая молитва. Завтра будет самая продолжительная, коленопреклоненная молитва. И о чем? О том, о чем меньше всего люди знают. О чем бы ты хотел сейчас просить? Да и о здоровье. Больной-то думает. Не грех просить о здоровье. А ты проси Духа Святого. Об этом будем говорить. Где Дух Святой, там счастье, там радость, удовольствие, терпение, любовь, разумение правильное. И об этом мы будем молиться целый год. Царю Небесный Утешителю. Дух Истины, приди и вселись в нас. Я без тебя ничего не значу. Просто куча костей и мяса. А Духом Святым храм одушевленный. Как человек сразу превращается. Храм. А ты разваленный, лежишь без ног. Храм. А здоровый спортсмен, чемпион, без Бога, как скот я был пред тобой. Просто скот и все. Его нет. Хираков. Даже Матфей говорит 24.9. Тогда будут предавать вас на мучения. И убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Как хорошо, когда тебя уважают. Начальники поздравляют. Ну и есть за что. Потому что ты что-то сделал, пожертвовал. Кого-то воспитывал. Потому что заслуженные деятели среди христиан тоже встречаются. Но все изменится. И будем ненавидимы только за то, что мы христиане. Презрительно будут смотреть на нас. Вся ненависть мира обрушится за одно звание христианина. Как сегодня надо дорожить этим временем. Вы вспомните мои слова, когда я вам говорил каждый год. Мы переживаем наше общество в золотое время. И вот теперь по-другому все. Но наше положение, что мы думаем делать, оно опять уникальное. Никто этим путем не пошел, каким мы идем. Путем терпения. Претерпеть. Молиться. И мы буквально через неделю уже подготовленный материал сейчас. Будем ссылать всем архиереям по всему земному шару. И вот это нам открыли они дверь. До этого, если бы мы выходили, сказали бы какая-то ненависть. Нет. А мы просто говорим, что мы со всем соглашаемся. Но ищем вашего заступничества. С нами поступает несправедливо. В один раз нас бросил епископ. Даже не позвонил, не сказал. Так не бывает. А что? Только за епископом молиться. Мы слишком много хорошего от него получили. Благодаря ему мы как общего состоялись. Это опять необычно. Так он так сделал. Забудем это. Он властен так поступить. Но он властен был нас запретить. А он все терпел. Много было не по его наушению. Ему-то легко не было с нами. А то мы так думаем-то. Ведь мы тоже для него не сахар были. Каково ему было смотреть, когда мы не такие, как видите. Где бы он ни был, нигде так не поступает, как у нас. Да на русском языке, а он противник русского языка. А потом сам начал переводить. Чудо Божье. Почему? Терпением. Терпением может перешибить любые кости. И тогда соблазняться логи. И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. Это Матфея 24.10. Вот это христиане будут друг друга предавать. Лука 1.71. Написано, что когда человек молится, угоден Богу, то он спасет нас от руки всех ненавидящих нас. Сколько бы ни было врагов. Молитва сделает так, что враги будут расположены. И когда человеческая жизнь угодна Богу, Бог врагов примеряет с ним. Вот сейчас бы сказали, а какие у вас открытые такие враги, которые вам причинили зло. Врагов у нас очень много общины. Но которые зло причинить ни одного не было. Ну и смею надеяться, что и не будет. Так Златоуст говорит. Зло творить будут, но не сотворят. Почему? Научиться надо благодарить. Благодарить. На второй ступеньке стоять. Благодарить. Лука 6.27. Благотворите ненавидящим вас. Они ненавидят. А ты старайся ему добро сделать. И ты увидишь, как все изменится. Лука 19.14. Но ненавидящие его не хотели, чтобы он царствовал над ними. Это когда царь ушел. Ненавидит Христа. Раз ненавидит Христа, ненавидит и нас. Иоанн 3.20. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обречили дела его, потому что они злы. Вот какая причина, почему люди не верят в Бога. Делающий зло. Он ненавидит свет. Запомнит он идусь. И когда человек будет доказывать тебе, я не верю, потому что я, говорит ему, грамотный, знает, что ты скажи нет. Потому что делающий злое не идет к свету. А делающий добро, он хочет явно, чтобы дела его были. Ты потому ненавидишь свет Христа и христиан, что ты злой. Иоанн 7.7. Вас мир не может ненавидеть, говорит Христос, а меня ненавидит. Почему? А если бы Христос-то молчал, как монах, только молился бы, молчал бы и ничего бы не было. А Господь говорит, потому что свидетельствует миру, что дела его злые. Вот и причина вся. Если мы будем говорить миру, будем надоедать им, чтобы исправили, сделать неправильно это без Христа, кто-то и умрет. Иоанн Златоус прямо говорит. Хочешь получить венец Иоанна Крестителя, иди обличи правителя. Пойди прямо к самому большому начальнику и обличи его. А обличать очень легко. В милиции взятки, в судах беззаконие. Считаешь газету, страшно же в руки взять. Что делается? Какая продажность? Какие деньги? Убивают друг друга. Иоанн 12.25. Ненавидящая душу свою, сохранит ее для царства небесного. То есть надо отрежься от самого себя. Вот и ненависть. Господь приучает к ненависти. А не во что оставь свою жизнь. Многое люди делают, будучи верующими, с прицелом. А если я сделаю так, а вот будет так хуже. А вот если мы себя защищать не будем с оружием, а нас завоевают. Если мы не будем брать оружие, мы еще не знаем, что с нами будет. А вот когда оружие берем, мы знаем, что с нами сделалось. Мы теряем все. Теряем в первую очередь помощь Божию. Иоанна 15.18. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Причина-то какая? Мир любит свое. У меня хорошее отношение со всеми. Со всеми не могут быть хорошие. Потому что мир ненавидит свет. Иоанна 17.14. Я передал им слово твое, Христос говорит, Евангелию. Мы скажем Библию. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Где слова Божия нет, они за мирское, за одно все любят. Как Евангелие в дом попало, начались расхождения, разногласия, поношения. Вот что нас ограбило. Как терапион отдал все бедному, снял с себя, на Евангелие прижал к груди. Увидели голый сидит. А кто тебя обокрал, он Евангелие покажет, оно меня обокрало, оно разделало меня. Все, что с нами неприбожье случится, это ради Евангелия сделаем, это оно с нами сделало. Я передал слово. Ну и что? Это надо радоваться. И за это вас возненавидят. Если мы будем свидетельствовать мир. Вот мы сегодня встречаемся с людьми, которые приветствуют. Мне звонит городская администрация, радостные такие. Случилось объединение, вы рады, наверное. Я молчу, что сказать, они ничего не знают. Но я говорю, мы смотрим на это по-другому. Если люди покаялись в Боге, в Евангелие сохранить, и гляжу замолкли. Я говорю, у меня интервью взяли. Оно появится, два слова продается газета, взять надо. И там оно должно быть. Оно совершенно необычное будет. О том, что вне Евангелия, вне Христа объединение вредное. Потому что два грешника они друг друга утопят. Когда человек тонет, то один еще может выплыть. А если два не умеют плавать, они оба пойдут ко дну. Первое послание Иоанна. Вторая глава, девятый стих. Девятый, одиннадцатый. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. И не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Если брата ты ненавидишь, в этом все. Прости, Господи, чтобы не было мне препятствия в молитвах. Не только из-за жены, но и из-за братьев. Из-за близких. 3.13. 1 Иоанна. Не дивитесь, братьясь, ему, если мир вас ненавидит. И 15 стих. Всякий ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А кто человек-убийца? Ну, Евангелие от Иоанна 8.44. Дьявол есть человека-убийца. Если человек ненавидит ближнего, подобен дьяволу. Да какой ненависти может идти? Просто сидеть, ненавидеть. А теперь возьми в руки оружие и дейди еще кого-то убивать. Дьявольское дело. И что он такой человек? Он не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. И 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Да говорит он, лжет. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? И Галатам 5.21. Говорит о поступающих, о ненависти. Царствие Божие не наследует. Это не просто так. А ненависть чем выражается? В презрении. А я о нем и говорить не хочу. Так если брат. Самопевец Давид 96.10 говорит так. Любящие Господа, ненавидьте зло. Призыв к ненависти. В одном стихе и любовь и ненависть. Любящие Господа. Любим мы Господа. А как проверить? А как зло ненавидишь? Вот пропорционально, как любишь Бога, так должен ненавидеть зло. А где зло? А вот смотрите, какое поприще работы. Молодой, старый, определи, что зло. А ты с кем имеешь общение? С внуками? А пли, что ему надо? А у нас только одно, у бабок. Ешь больше, спи дольше. Вот все, на этом и закончилось. А ты приучай его к Богу, приучай его к молитве, к вниманию. Подними его ночью, златоуст говорит на молитву. Если не сейчас, то когда? В семье очень часто непорядок бывает из-за тещи. Великое зло, когда продолжает дальше командовать. Ты приняла дочь. Смири себя. Три дочь пришла в чужой дом. Смири себя, она старше тебя. Она тебе сына подарила. Любящие Господа, ненавидьте зло. Она стареца ничего не значит. А вы старецы, говорит. Учите молодых любить мужа. Это надо открывать свои курсы. А как? На опыте, от отрицательного. А вот я не слушалась, смотри, как у меня было. А вот здесь я не знала, что со мной случилось. А вот я не поверила в Бога, не верила. Дети выросли неверующие. Внуки сейчас неверующие. Помолитесь, подходит. А где же ты раньше голубушка была? Любящие Господа, ненавидьте зло. Ходила на гулянки? Да, ходила. А куда приглашали родственники? Выпивала? Да, выпивала. Ну вот и все плоды эти вырастают. Я посмотрю, у нас в семье, у нас и пьяницы есть. А почему? Родители выпивали. И Бога знали, и выпивали. А вот теперь эти плоды идут. Оно ниоткуда-то не пришло. А теперь такие усилия прилагаешь, и как будто ничего нет. Станут ли не знающие Бога на место? Один только Бог узнает. И поэтому приходится уже молиться-то за родителей, чтобы теперь, если родители спасены, чтобы молитва их достигла детей, которые не уверовали. У верующих-то минуты покоя нет. И естественно, что мы волнуем этот мир. Какое бы они ни начали мероприятие, ничего нет. Я вот только на днях написал, я говорю, под вечер, кажется, слышал, выступал, бывший первый президент страны. Страны, Михаил, такие вопросы задают, прямо глобальные. Ему прямо говорят, что ты говорил с президентом, ничего этого не случилось. Только бы ему сказать, простите меня, я ничего не знал. Нет, он продолжает, нет, ну надо искать, выход. Ну нет, никого искать. Это совершенно не привело ни к чему. Нет, ну надо говорить, он ничего не знает, совершенно. Опять, история летит, за нее надо ухватиться, это он говорит. Такие безумные слова. Я потерял время, полтора часа слушал, и ни одного предложения умного не нашел. Совершенно как безумный. Я думаю, что страной управлял человек, он абсолютно понятия не имеет. Я не выдержал, написал большое письмо на радиостанцию. Зачем вы даете слово? Особое мнение, особое мнение у меня, я христианин. Так называется передача, особое мнение. Какое может быть особенное мнение? Во Христе Иисусе Господе нашему. И тогда тебя бы не приглашали, а тебя бы ненавидели. Тебя сегодня ненавидят за то, что ты развалил страну. Пользы тебе никакой нет. А если ты любишь Господа, и ты ради Христа это все сделал, сложил всегда полномочия бы и сказал, я заблудился, как овца потерянная, прости меня, Господи, дай мне ума, дай мне совести. Перед народом выходить только на коленях сегодняшнего дня буду. Я погубил миллионы людей. Ни одного слова не сказал. Ни покаяния, ничего совершенно нет. У нас любая бабушка умнее и лучше расскажет, что будет дальше. Ему подсказывал тогдашний американский президент и говорит, мы стоим накануне апокалипсиса. Ему корреспондент этот эфирно напоминает. Он, я так не думаю, в истории всегда есть какой-то шанс. Какой шанс, когда впереди Армагеддон, впереди страшный суд. Ему за 70 лет он ничего не знает. Да если бы я его увидел сегодня, я бы упал перед ним на колени и сказал бы, не Божий рак Михаил, покайся перед Богом. Конечно, нас будут ненавидеть за это. Когда мы пишем и говорим, но мы должны быть в стойке. Бог дал нам свет. И смотришь, не надо никаких откровений особых. Бог это открыл. Так все понятно. Вот сейчас смотри, люди, которые имеют вокруг себя общение с верующими, дети воспитываются среди верующих и идут в этот мир. Я поеду в город или куда-то. Я заранее хочу сегодня уже сказать, плащи пока не поздно, если вы этого не поняли. Потому что этот мир их сразу примет, он их ненавидит и детей будет. Если бы дети были очень верующие, я бы сказал, хорошо, мир их закалит, как у сектантов. Детей преследуют, плюют, а дети еще только крепче делают. Ваши дети растворятся в этом мире. Они сегодня хулиганы. Такие же, их едва-едва удерживать приходится верующим. И Христос нам говорит, вы будете ненавидимы всеми за имя Мое. Все. Приготовимся к этому. Грядет последнее испытание, три с половиной года. И это надо каждый день помнить. Господи, ты будешь при мне это гонение или нет? А что дети эти, которые такую малую веру имеют, а что будет с этими внуками? Будут они ненавидимы. Почаще им об этом говорите. Но претерпевший до конца спасется. Не будете терпеть. Будете всеми побиваемы. Всюду и везде, считаешь, детей воруют, убивают. А если бы ребенок был верующим, только одно бы сказал. Погиб ребенок невинный. Царство Ему небесное. И вот это одно предложение. Слово Иисуса Христа, будете ненавидимым, должно нас настороже держать, внимательными. И наша пища не всегда будет сладкой. А где-то рядом, рядом могила. А где-то совсем рядом суд Божий. Нас будут гнать волки. Бог посылает нас. Я говорю, что нас будут ненавидеть и патриархия, и зарубежную. Что нас по-другому не могут они воспринимать. Нет, там благовестие. Точно так же. Нас спасало эти годы то, что мы были далеко от центра. Нас не трогали. Мы будем ненавидимы всеми. А что означает нам Господь готовит лучший венец? Да будем мы достойны. То есть приобретем терпение. И всех будем благословлять и благодарить Бога. Аминь. Спасибо.